Екатерина Фёдоровна Савинова – талантливая советская актриса с короткой и трагической биографией. Она запомнилась зрителю в главной роли Фроси в картине «Приходите завтра». К сожалению, эта работа оказалась её единственной значимой ролью в кинематографе. Жизнь обошлась с актрисой жестоко. Кинокарьера была уничтожена в самом начале, а нелепая случайность привела к серьёзному психическому расстройству и трагической гибели в 43 года. Родилась Екатерина 26 декабря 1926 года в селе Ельцовка Алтайского края в простой крестьянской семье. После окончания школы приехала в Москву поступать во ВГИК, но её первая попытка не увенчалась успехом. Но Екатерина упорно шла к своей цели и в 1945 году, преодолев огромный конкурс, была принята во ВГИК. Вместе с ней учились такие будущие звёзды, как Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов. Окончив с отличием курс, молодая актриса поступила на вокальное отделение, так как помимо актёрского таланта, обладала ещё и уникальным голосом. У актрисы могла сложиться блестящая карьера, её приглашали и в Большой театр, и на эстраду, но тогда Екатерина хотела только одного – сниматься в кино. В 1950 году она поступает на службу в театр-студию киноактера, но продолжает мечтать о кино. Её дебютом в кинематографе стала роль Любочки в картине «Кубанские казаки», в которой она снялась на последнем курсе ВГИКа. Актрису заметили и зрители, и режиссёры, но режиссёр Иван Пыриф испортил её жизнь. Он сделал Екатерине недвусмысленное предложение, на которое девушка ответила пощечиной. Это происшествие поставило крест на её кинокарьере. Савинова была далеко не единственной, чью творческую судьбу разрушил этот режиссёр. Екатерину приглашали в основном на проходные роли, которые иногда даже не значились в титрах. Случалось, что поступали интересные предложения, и её даже утверждали на роль, но в последний момент актриса получала отказ. Савинова тяжело переживала свою невостребованность, но верила, что ещё будет сниматься в главных ролях. Это произошло только в 1963 году, тогда актриса сыграла свою звёздную роль Фросси в картине «Приходите завтра», снятую её мужем режиссёром Евгением Ташковым на Одесской киностудии. Но даже там её мужу с огромным трудом удалось получить у руководителей студии согласие на съёмки. Сценарий к фильму они написали вместе и внесли в него некоторые реальные обстоятельства из жизни актрисы. Эта картина сделала Екатерину знаменитой и была отмечена критиками, как лучшая роль года. Ещё одной яркой, хотя и небольшой работой актрисы, стала роль кухарки Матрёны в картине «Женить бы Бальзаминова», где главную роль блестяще исполнил Георгий Витцин. Несмотря на более чем скромную фильмографию, в 1965 году Екатерина Савинова была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Единственным мужем актрисы сталк на режиссёр Евгений Ташков, с которым Екатерина училась на одном курсе во ВГИКе. Они поженились вскоре после окончания института и оставались вместе вплоть до смерти актрисы. Это был крепкий брак без свойственных творческим людям измен. В 1957 году у супругов родился сын Андрей, впоследствии тоже ставший актёром. Здоровье Екатерины стало ухудшаться. Муж заметил, что у неё постоянно держится повышенная температура. Савинова призналась, что это продолжается уже полгода. По настоянию мужа, она прошла обследование у различных врачей, но никто из них не смог поставить правильный диагноз. Наконец, один одесский профессор предположил, что заболевание имеет инфекционную природу. Так и оказалось, у Екатерины обнаружился бруцеллёз. Актриса заразилась им, купив на рынке парное молоко, которое привыкла пить с детства. Это заболевание может проявлять себя по-разному, поражая любой орган человеческого тела. В случае Екатерины пострадала нервная система, стала развиваться шизофрения. Странности в поведении жены Ташков обнаружил во время гастрольных поездок. Она утверждала, что слышит кого-то, с кем-то общалась, находясь в пустой комнате. Ещё будучи здоровым человеком, актриса была очень доброй и отзывчивой, но с развитием болезни эта её черта приобрела характер мании, Екатерина была готова раздавать даже собственную одежду. Она стала лечиться, по несколько месяцев в году лежала в психиатрической больнице и выходила оттуда вполне адекватным человеком. Но со временем периоды обострения увеличивались, а ремиссии уменьшались. К тому же, во время просветления Екатерина осознавала, что не сможет больше заниматься любимым делом и чувствовала себя обузой для семьи. В апреле 1970 года Савинова уехала к своей старшей сестре в Новосибирск. В это время Евгений работал над картиной «Адъютант его превосходительства». Актриса несколько раз звонила мужу, интересовалась, как проходят съёмки, и ничто в её словах мужа не беспокоило. Но 25 апреля Екатерина пришла на железнодорожный вокзал и бросилась под поезд. Возможно, это было её осознанным решением. Похоронили Екатерину Фёдовну на кладбище Новосибирска. За три десятилетия скромная могила пришла в полное запустение, ухаживать было некому. По решению Совета кинематографистов, 5 ноября 2006 года, останки актрисы были захоронены на центральном участке кладбища, и там же открыт мемориал.